Так, Кузнецов, по прививкам. Вы говорите, что нужно с максимальным усилием наматывать ленту. Да, с максимальным. А такие прививки немного не прижились. Думал, перетягиваю корову. У меня еще лента со стягивающим эффектом. Получилось максимальное усилие. Так, получается так, что вы подвергли сомнению, что прививки у меня не прижились. То есть не прижились из-за того, что перетягивается кора. Значит, давайте так, кора корерозен. Так, вот. И толщина по двое приводит уже разная. Значит, я особо не стараюсь, когда они, ну, допустим, чуть меньше карандаша диаметра. Или с карандашом. Но у меня получало, вы думаете, вот я чисто случайно, но так все упало. Только минуту назад я говорил про эти огромные, там, на цыпочках, еще полметра, скелет. Вот. И именно там, а там я делал как? Там уже, вот карандаш, да, ну, примерно. А теперь представьте себе пальцы, насколько они толще. А теперь представим себе, что я беру вот такие, да, вот такие. И как трудно здесь делать длинный, он длинный получается. А вот за очень пологие этот самый, получается, срез, косой срез. Вот так. И вот тут смотришь, вот смотри, специально показываю. Она может быть даже вот так, смотрите. Особенно, когда вот эти длинные. На пределе. Уже там древесина такая, что ее даже трудно, а я стараюсь садить в движение. И вот тут-то я начинаю наматывать. Вот тут-то. А выбора нет. Знаешь, что пере... Как это называется? Пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-как-то-башно-слово-перетягиваю кору. Знаю. И все равно срочистил, что... Помните, я последний фильм снимал. Один из последних фирм, он есть в Ютубе. Я там сижу за столом. Вот. У Сирены Санны там плевали. Значит, и вот так вот. Еще у меня пленка крепкая, лопается. Та самая пленка, что мы с этим, с Сопроном продаем. Она еще и лопается. Такое усилие. Прям видно было, что мне пришлось вторую пленку брать. Значит, иначе вот этого... Ну, уже когда я умудрился вот эти невольные грехи убрать, вот так сдавить, вот тут-то вот эти-то и получались. А если я беру вот такие, и подвой такой, и прямой такой. А он же годовалый, обычно, подвой. И он имеет, допустим, метр. В лучшем случае, когда я, я плеваю у земли, плевил, прямой такой же толщины, я уже, извините, к осени больше метра не получу. Все. А тем более, что я еще и не плеваю. Вот. И не удобряю. А этот-то у меня, вы представляете, он и так у меня полтора-два метра. И я еще в основании его раз в самом. Запомните, чем ниже прививка, тем мощнее саженец. Вот эта глупость прививка на 30 сантиметров. Самая распространенная версия, что надо прививать на высоте 30 метров. Ну все, идем дальше. То есть, я и ваши понимаю, Дмитрий, перетягивает кору. Плохо не прижилось, возможно, по этой причине. Слушайте, я, посмотри, в этом году у меня хуже результаты по прививкам. Чешки прижились, груши прижились, яблони прижились. Ну я немножко себе так это. Третий этаж, помните. А абрикосы только половина. Я в шоке. Я теперь грешу на эту чертову это. Как она? На садовый вар. Вот смотрю я на него. Вон так вар, как вар. Сало, как сало. Все равно что-то не то. Вот, я вспоминаю те, сейчас же лето, а жара прививать пришлось. И вот именно тот, помните, садовый вар? Он почти черный. Ну такими вот продавался этими упаковками. Вот такой формы. Твердый, как камень. Теперь я его с тоской вспоминаю. Лучшие результаты были с ним. А вот этот, полужидкий, я начал подозревать. Причем написано, вар садовый. А слово Бугаркова исчезло. Скорее всего, другое. А вдруг это, как называется? А вдруг это, фальшивка? А вдруг это подмена? Вот. Как это у меня у железа, половина абрикосовая? Ну пусть немного, несколько десятков. Всего сделал, привил абрикосовый, да? С третьим этажом. И у железа половина не пошло. До такого срока быть не должно. Я уже все передумал. Только на вар теперь грешу. А мне уже сколько раз говорили? Вар виноват, вар виноват. Многие до этого сами дошли. Ну, говори, это как версию. Пожалуйста, примите к сведению. Так. Так, 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 так. Гусева и абрикосы тоже ваши бодрочки, а яблони нет. Тогда почему абрикосы не пошли? А Бог его знает. Лесногорск, Воленская область. О, понятно. Я знал, но забыл. Так, Лесногорск это... А у нас, в каком поводу вы говорили? Так, Леонид. Сейчас. Леонид Лабасов. Вы делаете великое дело, оценят. А, ну да. Оценят. Так. Виктор Казаков. Манчжурцы, извините, я писался. Сам не знаю. Взяли, взошли. Все дело по вашей методе, один в один. Манчжурцы. Ой, мне теперь трудно, это надо возвращаться. Я уже не помню, чем ли шла. Поржает корень манчжурцы 2 сантиметра. Шедевр природы, да? Ну ладно. Кто-то, надеюсь, понял, а я уже устал. Я буду безмерно благодарен. И сейчас я весь яйца, костик абрикоса, полосит хотя бы одно дерево. Да, дети в моем поселке будут иметь возможность живую видеть настоящий абрикос. Да. Я понимаю, Александр, но, по-моему, он не новичок. Мы с вами, по-моему, давно знакомы. У вас пора бы уже и это. Или что-то иметь. Выборг, он считается мокрым. По крайней мере, у меня ваши земляки жалуются. Выборг мокрый. Что там много дождей. Что там абрикосы загибают. Вот и получается. Если 100 костик абрикоса, ну, одно-то мало, потому что ее пылить еще надо. Что-то около, если на нем плодов не будет. Так что, увидеть это, увидеть, но лучше бы попробовать. Тогда получается, что лучше бы из 100 хотя бы 5-10 давить это по отношению. Уж сильно меня зашугали этим выбором. Как-то фотографии прислали. А там солнце, поляны, но вы даже не верите. Ну, хорошо. Наверное, вы 100 костик выписали. Наверное, мне так кажется. Наверное, они вас растут. Наверное, вы надеетесь, что до полношения дойдет хотя бы одно. Ну, посмотрим. Вот. Смотрим, что пишет Андрей. Нам пора завязывать. Вот, заканчивать. Андрей пишет, мы подождем. Ну, любой из вас может отключиться. У нас демократия. Не верите, гадеты читайте. Там так и написано. У нас демократия. Можно отключаться. А я подожду, что Андрей пишет. Пишет, Дмитрий пишет. Тоже интересно. Так, Андрей. Верхний средств на прививках, я подкрашу лак, мастик и Долнатова. Все идет. Ну, вы же сами знаете, как я отношу к Долнатову. Это один из самых... Это один из самых толковых... Вот слово подобное. Вы понимаете, мне живым людям стыдно говорить, что ты гений. Вот, что ты выдающийся. Мы вообще как. Вот перешел Латенков в эту самую небесную... Как назову, небесную рать. Перешел Латенков. И теперь я говорю, Латенков, ты гений. Может, он меня не слышит, но вы слышите. Вот. И всегда, когда лак на стеке, когда фамилия Долнатова, у меня тоже самое такое же чувство. Вот. Такое чувство уважения, чувство признательности, что у нас в России есть таланты. Есть. Настоящие. Другое дело, что никому не нужны, но они есть. Вот Долнатов из таких. Извините, я вырвалась. Шелкунова. А как вармурс влиять на приживаемость в природу? Понимаете, как приживаемость... Ведь берешь и замазываешь как раз вот эти открытые раны. Особенно, когда в расщеп. Там большая посередине страшная рана. Вот. И замазываешь когда, да? Вот. А потом я... Вот какое-то почему у меня чувство подозрительное такое взялось. Раньше мне об этом говорили. Ну, смотришь потом. Дикая жара. Я смотрел, как она... Он такой жидкий. Я, наверное, ошибку сделал в этом году, что пользовался этим. Вот эта вот коробочка, помните? Плоская такая. Ну, слово Бугракова исчезло. Раньше у меня приживаемость было под 100. А слово Бугракова исчезло. Просто это ценовый вар. Все одинаково. И хрен его знает. Дело в чем. Значит, когда я вижу... Я объясняю уже как. Я не могу короче. Все на меня обижается, что я много говорю. А как иначе? Слой. Он лежит прямо на этом на срезе. На срезе прямое. На срезе подвое. Он лежит. Я смотрю, он мягкий. И он от солнца становится совершенно жидкий. Я представляю, как он не просто защищает от высыхания. Он впитывается в эту... Впитывается в мякоть. Понимаете? Нет, от этого что-то не по себе становится. Что он пропитывает. Потому что он сильно в жару мягкий становится. Я теперь буду искать. А времена меняются. Я сейчас найду тот твердый вар. Он в жару сам а то. Он, по крайней мере, сверху замажешь. Он лежит верхним слоем. Он не раскисает и не пропитывает эту. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Как мог, так объяснил. Так, по прививкам. Примерные сроки, чтобы понять, прижилась или нет. На подвоях почки проросли. На прививках молчат. О-о-о. А не, но это еще не факт, что они пойдут. Давайте, в таких случаях я одно скажу. Везде по-разному. И от сорта зависит. И от качества прививки самой зависит. И от того, защищали ли вы от солнца. Защищали ли вы от мороза там бутылками, полиэтиленными мешочками. Вот, все по-разному. Нет такого срока. Просто ждите. Теперь все остается только ждать. Пустите неделю, месяц. А через месяц вы что еще будете ждать? Так, ладно. Я вижу, разговор не закончен. Давайте, давайте. У меня спешить некуда. У меня еще даже это. 11 часов нет. А скажите, здорово, пока пишет это ребятами. А здорово получилось, что пусть один раз за 184 вебинара, но мы в День Победы все-таки чокнулись вот так вот рюмками. Было? Ведь наверняка хоть несколько человек из вас подняли рюмки. А кто-то может быть даже кружку с чаем. Ну скажите, здорово. Скажите, что мы одной крови. А? Ой, ладно. Эльвира теперь пишет. Позинецом пишет. В общем, Кантура пишет. Давайте, давайте. 13 меньше не становится. Это здорово. И так, не знаю. А? Мога. А ещё Иван Мой. Какие почки, какие подвои, бывает, что абрикосовые подвои, расскажу, кому надо отключиться. Значит, Александр Мажерин, у меня избирательная память, два фильма снял, после первого успеха и после второго. Два фильма, из этих 2800, есть два фильма ему посвящённые. Я ему, смотрите, а это вас касается, я думаю, пример яркий. Вот я уверен, что из вас был хорошо, если несколько человек этот фильм смотрел. Годы прошли. Итак, прививаю абрикосы, часть мёртвых прививок, а эти растут. Умудряюсь привить на второй год. Опять мёртвые, опять... И таких было несколько. Не принимают культурную, и всё. И приезжает ко мне Саша Мажерин с Абакана, и я ему говорю, у меня продавать нечего. Все абрикосы кончились, тогда спрос был бешеный. Говорю, вот хотите, возьмите, не привить. Он мне, я даже цену помню, 300 рублей я с него слупил. Я ещё говорю, за каждый год трёх лет, она каждым годом прививку не принимала, но всё, росли-росли. За каждый год по 100 рублей. Я говорю, я начался, не могу её привить. Берите такое. И он взял, а вспомню, маньчжурца, а вспомню, кто маньчжурца является супругом. И потом бы это всё есть в Киеве, у меня есть фотографии, это всё есть в фильмах, всё есть на полном серьёзе, ребята. Ребята, на полном серьёзе. Он мне присылает фотографию зимой. Прекраса дерева на холме выросла плетом вылетая амуры. Да такой урожай, да красавцы. А потом вырастил целый сад, маточный сад. Вырастил тысячи. Это второй раз, когда он приехал. Ну вот он сидит, камеру глядит и рассказывает. Началось с одного маньчжурского абрикоса, на котором три года не принимала прививки. Я в отчаянии за 300 рублей продал. Ещё думаю, дорого. Ну уже, говорю, трёх лет, скажем. Я говорю, через пару лет у него началось такое. Может быть, у соседей были абрикосы. Я и сейчас этого не знаю. Но ещё в Абакане, в городской черте он дал прекрасный урожай. И фотографии есть, и всё это искать их трудно. У меня гигантский этот самый. Но всё это есть в фильмах, это без обмана. И он приезжает. Раз, он сидит на кухне. Я говорю, я тебя сейчас откручиваю. Он стесняется. Да не надо. Да зачем? Да чего особенного? Я говорю, это феномен. Это сказка. Это не может быть. С одного дерева, несчастного, искалеченного прививки, получить такое. А и всё это расползло. Всё это превратилось в тысячи деревьев. Вы представляете? Да ещё, чёрт или какой-то Каратурский район, где это самое, медведи по улице обходят. И умудрился там вырастить сад и питомник. Вот оно, настоящее садовство. А почему? Ну, с одного раза. Да потому что я его научил, как с ним обращаться. Вот и всё. И вот если Катерина подосушила, для этого она бы знала, что ничего сложного нет. Но надо бы в определённых рамках. Любой специалист, нанятый вами, угробит сад с гарантией. А все уже, кто тут, кроме новичков, уже знает это. Как это легко сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!